да добрый день спасибо большое что представили меня спасибо большое что все мы здесь собрались да мы видим вот за последние наверное недели несколько недель такой небывалый скажем так всплеск интереса нам добрый день добрый день это конечно не может не радовать я вижу что собравшиеся здесь проводят время с пользой да не все из нас отдыхают многие продолжают работать но тем не менее все мы здесь еще раз здравствуйте очень рад всех видеть вот как уже некоторым или многим известно вчера у нас на вебинаре была затронута стиль тема текстов написание текстов для разных целевых аудиторий и в продолжении может быть в поддержку этой темы сегодня я веду свой вебинар называется он инфа стиль пишем понятный текст сразу забегу немножко вперед не первый раз я как бы на разных ресурсах об этом рассказываю и откровенно говоря реакция слушатели читатели она бывает очень разной кому-то действительно это полезные люди об этом говорят а кто-то говорит о том что слишком просто слишком очевидно и вообще не надо тратить на это время но тем не менее я все-таки на личном примере убеждаю что тема полезная тема нужна я постараюсь продемонстрировать это в конкретных примерах если у вас появится вопрос я все-таки это попытаюсь за ними уследить и ответить может быть по ходу а то что по ходу не успею постараюсь ответить в конце вот еще один момент не так достаточно долго голову ломал о том а как построить презентацию да потому что по факту это будут фрагменты текста фрагменты элементы редактирования будем смотреть что было что получилось и конечно презентация которая рассказывает о текстах да она не сильно иллюстративная поэтому это текст протесты и ну давайте сосредоточимся попробуем как-то живо это воспринять ну и в общем вперед давайте быстренько я пробегу от ну и расскажу о том для кого это может быть полезно да обычно ну скажем так мы настолько часто сталкиваемся с написанием текстов чтением текстов да и вообще с работой вокруг различных текстов что ну не придаем значение добрый день не придаем значение насколько это важно и на самом деле сложно поэтому если по роду вашей деятельности вы часто пишете какие-то презентации я не знаю записки инструкции ведете паблик или сайт вообще общаетесь деловой переписки и ваши тексты адресованы какому-то кругу читателей да в том числе даже и одному читателю в переписке для вас это может быть полезно то есть если вы там руководитель преподаватель администратор журналист или там ответственный редактор может быть да хотя тоже несколько другой уровень то я надеюсь что тема будет вам полезно и того давайте немножечко скажем так с двух сторон с двух сторон рассмотрим что же такое инфостиль если говорить о основных принципах написания инфотекста да то это вот наверное можно назвать ну тут кто-то может со мной поспорить я для себя выделил вот такие ключевые понятия это простота это честность это забота имеется ввиду забота о читателе да о том кто будет ваш текст читать и результатом этого всего становится понятная структура но если вам хочется какой-то более интересной формулировки то она тоже имеется тут наверное мне сразу стоит оговориться да это я не придумываю не из головы беру а опираюсь на конкретные источники да честно говоря опираюсь на один канал скажем так информации до от одного конкретного человека это максим ильяхов ответственный редактор нескольких больших проектов и автор блога и собственно ну скажем так с его слов на моей личной практике пытаюсь эту информацию донести и если мы попробуем собрать какую-то адекватную формулировку то инфостиля мы можем назвать набор приемов редактирования которые помогают очистить текста словесного мусора делает его простым понятным и что очень важно полезным для читателя максим ильяхов да я все источники вижу вопрос все источники которыми я пользуюсь я включил в конце в презентацию с некоторыми анонсами и по ходу действия буду делиться ссылками так что не переживайте да все верно буду делиться ссылками ничье авторство себе я не присваиваю только в тех примерах которые сам там придумал показал вот поэтому с основными принципами простота честность забота да мы разобрались и какую-то формулировку дали дальше я постарался представить презентацию таким образом чтобы мы с вами немножко поработали наверное больше на примерами нежели чем разговаривали о какой-то теории вот поэтому сегодня мы посмотрим примеры плохих текстов до благо их достаточно они окружают их окружают нас повсюду да мы настолько к ним привыкли что зачастую не обращаем внимание да и относимся к этому как к должному да так не должно быть мы сегодня это сломаем от редактируем эти плохие тексты и сделаем их хорошими вот так же я покажу как пользоваться но не столько покажу наверное больше расскажу как пользоваться инструментами редактирования благо они имеются для разных ну да и поделюсь источниками до чем сегодня был уже вопрос я местами знаете подбирал примеры которые может быть не прям сильно жизненные но они яркие за счет того что ну немножко абсурдные на таких примерах нам будет проще разобраться и давайте переходить к первому из них я не знаю насколько будет вам видно то что сейчас на экране да если кто-то с телефона там с планшет смотрит поэтому некоторые вещи я буду зачитывать но если вы видите то вообще замечательно я вижу плюсики все вроде хорошо так и давайте посмотрим пример плохого объявления очень жизненного на двери туалета бизнес-центра написано объявление по техническим причинам туалет не работает и подпись администрация да ну принципе классическое объявление которое мы видим там каждый день и ну нас это как-то уже не сильно возмущает а стоило бы возмутиться давайте подумаем да почему этот текст плохой но тут надо немножечко смотреть на историю того момента когда мы этот текст увидели да и вообще на контекст здесь есть лишняя информация да по техническим причинам но раз уж мы с вами добрались до этого места да ну нам в принципе причина не важно нам важно работает туалет или не работает да здесь есть некий элемент все верно все верно лучше написали когда откроется здесь есть элемент безответственности да многие авторы особенно вот если туда в сторону всяких чиновников смотреть сейчас без каких-то оценок да в сторону вот вот там это часто встречается такие подписи типа администрация руководство и все такое это элемент ухода от ответственности нам в этой ситуации администрации никак не помогает ну просто понятно что какая-то некая абстрактная сила закрыла туалет и вот испортила нам жизнь и совсем непонятно что надо делать да и того текст у нас получился бесполезный бесцельный безответственный какую цель ставил автор перед собой тоже непонятно да ну если как бы закрыт ну закрыт я туда не войду ну максимум ручку не подергаю да что может быть в этих условиях как бы и важно давайте попробуем теперь разобраться как сделать из этого текста ну что-то более полезное во первых мы уберем лишние слова да и уберем собственно технические причины те самые которые нам в текущей ситуации абсолютно не важны и добавим полезную информацию что важно все верно что важно для человека который вот прибежал а там технические причины и ничего не работает мы должны сообщить такому посетителю где находится ближайший рабочий туалет тогда это объявление сразу же станется полезным стат становится полезным более того если мы проявляем ту самую заботу о которой говорили в начале нам необходимо сообщить когда хотя бы примерно откроется вот это заведение потому что ну как правило посетители бизнес-центров они каждый день приходят на работу и эта информация для них важна да сегодня не могу а завтра вот с девяти смогу хорошо я смогу планировать свой маршрут и таким образом наше объявление из непонятного бесполезного бесцельного превращается вполне полезный текст более того если мы возьмем на себя ответственность да и здесь ну я не знаю как называется должность я вот написал главный сантехник бизнес-центра да еще и телефон оставил это ну элемент заботы и ответственности который для многих из нас может быть важен да ну на самом деле там уточнить какие-то вопросы или может быть адресовать жалобу для кого-то это важно здесь есть возникает то номер сантехника для кого согласен пример немножко абсурдный но я уже говорю о том что это элемент какой-то ответственности мы избавляемся от безликой администрации да и вот назначаем человека который собственно из от которого исходит этот текст здесь многие еще могут предложить а где же извинения да ну если для вас важно действительно извиниться и вы реально чувствуете некую вину за собой конечно можно написать извините да туалет не работает но по факту мы и так здесь проявляем заботу потому что честно говорим когда пытаемся его починить да и оставляем адрес ближайшего рабочего заведения таким образом да спасибо я рад что пример понятен таким образом из непонятной писанины безответственные мы получили вполне рабочий текст который решает задачи читателя да я согласен да может быть расценено как плохая шутка но согласитесь эта плохая шутка намного полезней того объявления которое у нас было в начале я вполне нормально отношусь критики которые вот сейчас поступает это нормально вы можете предложить ну или продумать свои примеры редактирования таких проектов плохих объявлений и выбрать для себя что вы будете использовать что вы не будете использовать это нормально да можно было согласен да можно было написать имя да что вот у главного сантехника есть имя это нормально когда вы звоните обращаетесь человек по имени ему приятно окей конечно есть такая история да вот допустим как художник может свою картину там оценивать спустя какое-то время и принимать решение что там можно было нарисовать вот так также текст можно редактировать сократить сокращать расширять бесконечно и каждая редакция чем-то может быть лучше предыдущей мы с вами так глубоко наверное в эти примеры не будем уходить а просто оцениваем какую-то ну базовые параметры входящего текста и какие-то варианты решения вот так стараюсь стараюсь следить за вопросами да вопросы непростые так да вот пишут телефон иванова нужен если вдруг кому-то станет интересно почему-то ну это уже научный подход да если кому-то интересные причины и следствия окей как бы почему нет если это в каком-то не и объявление можно написать и о причинах но на скажем так больше подавляющем большинстве случаев это наверное не нужно хорошо я вижу пошло творчество на тему уже редактирования спасибо мне приятно что вы участвуете давайте попробуем перейти к следующему примеру мы с вами часто сталкиваемся с тем что что многие тексты особенно когда они исходят от каких-то руководящих должностей там ответственных должностей выглядят как какие-то рапорты служебные записки и вот для такого яркого примера я взял вариант фрагмент текста из ну то ли анекдот то ли шутка какая-то про рапорт полицейского давайте я зачитаю и мы наверное если у меня получится и мы обсудим почему этот текст плохой в результате преодоление оградительного сооружения собакой было произведено укушение с последующим заражением ноги постраждавшего иванова и и работающего охранником да давай давайте так давайте я наверно зря да иванова использовал в каждом примере давайте мы пока не будем ему звонить и вернемся к нашему тексту мы видим что ну вот у меня не получилось прочитать этот текст на одном дыхании он очень сложный в нем есть сложные синтаксические конструкции более того в нем нет действия да потому что как мы с вами знаем если в предложении есть действие такое предложение становится сильным более того в этом тексте в одном коротком пассаже скажем так сведено использовано несколько мыслей которые тоже затрудняют восприятие и того как мы видим произведено да да спасибо мы видим что этот текст очень сложно читается нам приходится думать до напрягать мозги и тратить свое время для того чтобы понять что там черт возьми имелось в виду такие тексты вот если уж говорить совсем откровенно да такие тексты пишутся в качестве каких-то отчетности рапортов да по простому говоря в качестве отмазок когда нужно что-то написать куда-то сдать подписать и забыть это абсолютно ой простите да у меня бывают опечатки спасибо большое что обращаете внимание я объясню у меня есть такая штука она называется дислексия вот и я когда пишу и читаю вижу слово целиком но но есть такое да и не всегда вижу что какие-то буквы перепутались местами или пропустились я за это извиняюсь есть есть такое для меня это большой труд особенно прочитать или написать какое-то новое длинное слово спасибо спасибо вот давайте попробуем исправить этот пример и ну опять же вариантов много но мы попробуем вот по простому разобраться ну как вы видите много всего красного да это то что мне конкретно сейчас не нравится и давайте перепишем те пассажи которые можно упростить или они просто-напросто не нужны до оградительное сооружение по простому по нашему это забор было произведено укушение добавим глагол заменим на укусила пострадавшего ивана иванова работающего охранника да это можно просто написать охранником да охранник там или охранник иванов с последующим заражением очень у вас классные вопросы я понимаю что вы немного там на волне может быть со мной шутите да я честно говоря сбиваюсь но мне очень приятно что вы участвуете вот да и с последующим заражением сложная конструкция можно написать проще началось заражение ну или как-то еще эту тему обыграть давайте теперь приводить в порядок попробуем использовать понятные простые слова которые мы привели ну привели в предыдущем слайде и перепишем вот этот вот сумасшедший пассаж что у нас получается при первом рассмотрении собака перепрыгнула через забор и укусила сторожа иванова за ногу что вызвало заражение да ну уже сложновато потому что мы вводим две сочетаем две мысли в одном предложении большинство людей окей не ну как бы не проблема могут это там прочитать переварить на одном дыхании и ничего но если уж мы проявляем так называемую заботу о читателя какие классные комментарии спасибо то давайте разобьем и сделаем еще проще собака перепрыгнула через забор и укусила сторожа иванова за ногу у иванова началось заражение да получается теперь что из какой-то сложнейший непонятной канцелярской писанины мы сделали неплохой ну по крайней мере понятный большинству читателей повествовательный текст так дайте мне пожалуйста минутку я одним глазом смотрю в пример другим глазом смотрю ну честно говоря на себя да чтоб хоть как-то помещаться в камеру и еще пытаюсь читать комментарии один момент до группа у юмористов начинает утомлять окей я к этому нормально отношусь но уважайте друг друга конечно вот хороший пример хороший вопрос елена пишет ну или за замечание не для всякого документа возможно упрощение я абсолютно согласен для не для всякого документа она нужно даже да потому что есть определенные стили о которых мы разговаривали вчера ну спасибо за советы в чате давайте попробуем идти дальше так а ну это мы немножко об этом я уже рассказал но давайте закрепим у нас получился достаточно простой текст и как мы применили наши принципы мы упростили конструкции и заменили сложные пассажи и слова простыми текст стал простым и его стало легко прочитать и стало легко понять честность это тоже очень важно а мы не прячем действительность и какую-то реальность за формулировками мы знаем что во многих сферах когда как бы ну страшно да или не хотелось бы говорить правду используются размытые сложные формулировки чтобы увести читателя от сути здесь мы достаточно четко об этом сказали может быть не самый яркий пример но тем не менее это здесь присутствует мы проявили заботу о читателе да мы проявили заботу о читателе ну мы не говорим да что вот если вас укусила собака значит вам нужно там сдать анализы и и уколы сделать нет мы вели заботу в том плане что сэкономили время и не заставили лишний раз напрягаться и да мы в результате этого создали простую понятную структуру ну спасибо всем за участие давайте двигаться потихонечку дальше пример номер три это фрагмент текста я взял не скажу с какого сайта для описания маленького компактного холодильника это реально сплошь и рядом у нас присутствует поэтому это как бы не вымесил а то что вот мы видим каждый день давайте я попробую зачитать надеюсь у меня хватит сноровки скажем так прочитать такой текст полки холодильной камеры выполнены из сверх прочного стекла легко моются и позволяют выдержать значительный вес а также их можно регулировать по высоте что дает возможность размещать продукты в холодильной камере максимально используя ее объем но смотрите на что в этом тексте плохо понятно что много мыслей собрано в кучу да причем из разных областей этот текст не получается но может кого-то получается у меня не получается прочитать на одном дыхании мне сложно и здесь очень большое количество не объектив не объективных оценок да и еще которые не подтверждены фактами если уж совсем честно говорить то ну собственно всем понятно что если в холодильнике есть полки да то там в ста процентах случаев их можно там переставить и так куда подвинуть убрать снять но тем не менее вот производитель или продавец пытается это выставить как преимущество да это уже некий вариант манипуляции или просто раздувание объема текста нам такая история не подходит давайте попробуем исправить этот текст и будем по ходу разбираться что же тут не так берем первый пассаж полки холодильной камеры выполнены из сверхпрочного стекла до легко моются и позволяют выдержать значительный вес давайте сразу уберем не нинкой пардон сразу уберем ненужное да то что полки легко моются это конечно замечательно но это не относится к теме этой да это маркетинг это не относится к теме собственно нашего предложения сверхпрочное стекло классная формулировка да ни о чем нам не говорит насколько она сверхпрочная там она что-то выдерживает или есть у него какие-то тесты или кто-то что-то проверял и говорится о том что там эти полки выдерживают значительный вес ну собственно любой нормальный человек спросит значительно это какой там 100 килограмм это значительный да или килограмм непонятно давайте с этим потихонечку разбираться вот как раз ну я уже чуть вперед забежал ну ничего давайте попробуем разобраться вот с этими как бы неподтвержденными заявлениями да если там стекло которое у нас моется мы просто исключаем из этого предложения то сверхпрочное стекло и значительный вес нам нужно как-то более формально обозначить или может быть подтвердить поэтому один из вариантов как мы можем с этим сработать выглядит примерно так стеклянные полки холодильной камеры выдерживают нагрузку и напишем нагрузку например 6 килограмм это я взял вот абсолютно из головы просто придумал для наглядности очень хорошо когда у вас есть реальные подтверждения и там факты да если вы приводите в тексте как у какую-то цифру хорошо было бы ее где-нибудь в конце с ноской подтвердить вот поэтому здесь я ставлю какую ссылку на сертификация ответствия если имеется замечательно на такую и дальше мы пытаемся перевести вот эти цифры не всегда понятны мир клиента да я сделал достаточно просто да может быть там с какой-то долей юмора которого там пытаюсь изобразить но тем не менее у меня получилось так на такую полку можно поставить 5 литровую кастрюлю с супом и 2 банки с вареньем ну окей если кто-то не понимает что такое 6 килограмм нагрузки на полку он прекрасно знает что такое суд да и варенье и вот мы знаем что на одну полку столько этого хозяйства помещается если банки трехлитровый да а конечно конечно мы могли бы написать 2 литровые или 2 500 граммовые банки с вареньем какие классные комменты сегодня спасибо еще раз повторюсь что и редактировать и уточнять упрощать сокращать или развивать текст можно бесконечно я в данных примерах пытаюсь заострять внимание на тех моментах которые меня смущают которые мне кажутся ну такими проблемными ненужными может местами или необоснованными и привожу простые примеры как в каком направлении следует думать чтобы это хозяйство победить до комменты огонь давайте пойдем дальше потом у нас значит в предложении идет еще один такой сложный пассаж выглядит он примерно так а а также их можно регулировать по высоте что дает возможность размещать продукты в холодильной камере максимально используя ее объем что здесь плохо ну вообще вот модальные такие словечки до которые мы используем можно там нужно регулировать всегда вызывают какое-то сомнение да и ну по хорошему есть если возможность у вас лучше от этого отказаться да поэтому я тут немножко язвлю и говорю что можно регулировать а можно и не регулировать да дает возможность размещать ну вот эта сама формулировка тоже дает возможность очень сомнительная тут много вариантов как это дело переписать мы к этому сейчас скоро уже подойдем и максимально используя объем да тоже странная формулировка насколько максимально и вообще какой там объем то есть если вы представите сайт да вот на одной страничке там на в одном блоке идет писание на максимальном объеме 5 10 ну и много каких-то неясных пассажей чтобы выяснить объем нам нужно идти в другую вкладку и смотреть о какой там объем камеры уж если мы начали об этом писать такие вещи наверное надо по ходу уточнять да вот очень хорошее замечание чем больше мы углубляемся тем больше ответственность берем на себя так это же основной собственно и вопрос если вы пишете для людей вы уже берете ответственность поэтому любой скажем так ну я не знаю редактор писатель любой человек который транслирует свои мысли и информацию массы он по умолчанию должен брать на себя ответственность руководствуясь основными принципами принципы могут быть разными зависимости от ситуации но мы сейчас говорим именно в информационном тексте давайте попробуем это переписать и посмотрим что получается иногда в результате редактирования да у нас текст сокращается иногда за счет того что мы пытаемся какие-то полезные идеи в него внедрить он увеличивается тут смотрите сами как бы каким объемом скажем так текста вы оперируете да есть ли у вас какие-то ограничения но и сколько времени вы готовы на это дело потратить прочитаем там первый рабочий вариант еще расскажу он может редактироваться но практически бесконечно что у нас получается полки холодильной камеры регулируются по высоте и снимаются снимите нижнюю полку чтобы поставить бутылки графины или двухлитровую пачку сока чтобы использовать все 30 литров объема холодильника уберите все полки теперь вы можете хранить 30 пачек пельменей ну плюс минус конечно на фантазировал но мы из непонятных и не объективных каких-то формулировок перевели текст повседневную такую понятную плоскость да 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 я уже когда потом проходил я осознал что пельмени конечно надо хранить в морозилке хорошо что вы внимательно читаете спасибо можете привести другой понятный пример там 30 пачек охлажденных колбасок каких-нибудь окей тоже в принципе читателю понятно ну и давайте еще раз я наверно тут исходный пример зачитывать не буду мне тяжело да и что у нас стало совместим два пассажа после редактирования стало у нас примерно так стеклянные полки холодильной камеры выдерживает нагрузку 6 килограмм подтверждаем сертификатом ссылка или чем-то еще на такую полку можно поставить 5 литровую кастрюлю с супом или две банки да вот я опять опечатку допустил теперь вижу простите и как мы сегодня выяснили там две 500 литровые банки с вареньем полки холодильной камеры регулируются по высоте и снимаются вот здесь мы как раз пытаемся уйти от модальности до могут сниматься можно регулировать и просто приводим простой пример снимите нижнюю полку чтобы поставить бутылки ну в общем дальше вы по тексту видите ну и собственно как мы выяснили там 30 пачек пельменей или чего-то подобного по объему можно разместить да текст конечно выглядит там простовато текст выглядит ну так как мы с вами про приводим такой разбираем абсурдный пример может быть немножко как бы вам сказать-то по-честному давайте мы честно общаемся да немножко колхозно но тем не менее он очень понятный простой и любой читатель понимает а мне надо на дачу там хранить 30 пачек чего-нибудь такой холодильник не подойдет а если я храню 60 пачек мне нужен холодильник побольше окей я думаю что этот текст в принципе стал лучше понятней да да спасибо за уточнение мы сейчас не придираемся к словам да и к моему знанию там физики там каких-то мер исчисления мы приводим примеры о том как можно было бы сделать этот текст более полезным но большое спасибо за участие я прям сильно ценю а вот момент который я сам забыл потом вспомнил ты забыл легко моются скажете вы да действительно в отредактированном тексте о легком мытье полок нет ни слова но это абсолютно логично потому что если мы говорим о мытье полок то это эту информацию наверное следовало следовало бы перенести в другой абзац где мы говорим о уходе там за этой техникой до сначала я забыл но потом не забыл поэтому если вы что-то из текста удаляете обращайте внимание что возможно это могла быть полезной информации и если она не к месту в текущем абзаце вероятно и стоит осветить следующем да хорошее замечание про пачки и кастрюлю унизительно для хозяек они же не дурочки я согласен я знаете в конце скину статейки когда-то уж пару лет назад или мы стройку лет назад я вот подобные разборы делал более детальные и там как раз есть описание более сложных технических характеристик которые обычным там хозяйкам да и мне не всегда понятны поэтому на простых примерах мы как раз этим и занимались объяснить такие вещи проще ну окей как бы вы можете использовать любые примеры и я собственно готов и с благодарностью отношусь к такой критике это нормально самое главное что вы участвуете думаете и даже немножечко спорите класс да вопрос еще вот я извиняюсь что отвлекаюсь но мне очень нравится сегодняшний чат маленький холодильник для хозяйки не та целевая аудитория верно когда вы пишете текст учитывайте целевую аудиторию но целевая аудитория тема отдельной большой лекции да мы сейчас наверно сильно не будем заходить но мы понимаем что маленький холодильник может использоваться для домохозяйки если она едет там с ним жить на дачу окей ну это все надо учитывать мы же сейчас просто ну какие-то местами абсурдные примеры проходим выдохнули идем дальше дальше мы чуть-чуть поговорим о переписке здесь видите ли моя личная боль по долгу службы так сказать я получаю много писем и получаю много писем в которых собрано большое количество получателей некоторые из этих получателей должны стать ответственными или исполнителями того что там написано да и вот поэтому небольшой такой сымитированный скрин из почты давайте я попробую прочитать может быть сохраню эмоции если это получится и с вами двинемся дальше коллеги да коли срочно исправьте часы работы на сайте замените телефоны в яндекс справочнике не забудьте вчера просил добавить логотип уже второй месяц не вижу планов отделов где отчеты кстати премии перенесем на июль срочно мне все сдать уверен многие из вас что-то подобное получали а может быть кто-то такое и пишет ну как бы это норма жизни но давайте разбираться как можно было сделать это письмо лучше в этом письме перечислено очень много дел который которые нужно сделать очень много получателей но при этом абсолютно непонятно кто должен сделать что должен сделать и когда а самое еще вот интересно я не написал да почему же это все надо делать насколько это важно ведь все мы понимаем что если мы даем поручение человеку с большей вероятности он его выполнит если понимает значимость и разделяет значимость вот этого поручения давайте попробуем разобраться смотрите я сейчас чуть-чуть забегу вперед но я думаю следует это сделать у этого письма есть плюсы несомненные да и есть минусы мы сейчас обговорим что в нем хорошего да она эмоциональная эмоциональное письмо всегда ну или обращение я не знаю видео текст все что угодно лучше воспринимается читателям да особенно если мы в одну волну там эмоционально попадаем окей письмо эмоционально это хорошо оно простое мы видим что оно простое со звездочкой да а звездочка у нас значит что оно простое на в плане именно синтаксических конструкций да действительно там мысли вынесены может и не вполне формализованные но вынесены в отдельные простые предложения и если мы воспользуемся на инструментом анализа текста именно по структуре по простоте то этот текст будет иметь довольно высокую оценку понятные простые предложения их немного текст короткий да структурно она простое и она честная до честность исходит о том мы видим что собственно автор письма недоволен выражает эмоции все верно это хорошие хорошие на черты этого письма да сейчас замечают о том что в деловой переписке эмоции лишним и ему эмоции это лишнее здесь ну в глобальном понимании да согласен но если вы находитесь на таком уровне что можете через эмоции достигать каких-то своих целей то в этом случае эмоции можно использовать да там какое-нибудь сообщение с грустным смайликом вызовет больше ему эмоции но это уже вопрос не деловой переписки хотя здесь об этом тоже можно долго говорить ну давайте вернемся к примеру давайте разберем а почему же этот текст плохой нас призывают действовать срочно да ну давайте поговорим что такое срочно срочно не всегда значит быстро срочно не всегда значит что мы должны бросить все чем мы занимались и делать то что у нас попросили само значение слова срочно означает что у данного задачи и поручения есть конкретный срок до дедлайн так называемый и соответственно точность срочность должна сочетаться с определенным важностью если получатель не понимает и не разделяет срочности или у него есть также срочные важные задачи вообще непонятно что делать дальше это письмо адресовано разным получателям которые отвечают за разные задачи и когда мы всех собираем в кучу руками пытаясь показать собираем в кучу возникает некоторый бардак да откровенно говоря бардак никто не знает а кому конкретно обратились и в этом письме требования перемешаны с информированием то есть мы требуем требуем ах да забыл премии не заплачу и вот дальше таких случаях конечно разделяются требования отдельно информирование отдельно желательно так делать и в этих в этих терминах в наших терминах сегодняшнего общения в этом письме нет структуры ну как бы формально она есть но по факту и и нет и нет заботы да то есть и как эту заботу структуру добавить давайте сейчас поговорим да все верно нужно структурировать информацию вот классное замечание судя по тексту все сроки уже прошли верно все сроки уже прошли но это не значит что нам уже не нужно ничего делать нужно вчера это как бы да но это не срочность это уже какое-то сожаление давайте попробуем разобраться с первым пассажем да коли срочно исправьте часы работы на сайте замените телефоны да и там всем не забудьте что нам нужно сделать чтобы этот пассаж заработал нам нужно назначить ответственного нам нужно уточнить информацию нужно объяснить важность и действительно добавить реальной срочности давайте попробуем сразу возникают вопросы у тех кто читает это письмо исправьте часы работы да ну нужно спросить а какие собственно часы у нас сейчас посмотреть да и исправить на какие ну вы же понимаете что если мы в первом письме как бы в письме который инициирует какие-то действия даем недостаточной информации то дальше в лучшем случае возникает уточняющая переписка да и мы задаем как раз источнику вот эти самые вопросы да какие нужно часы работы поставить а в худшем случае так как у нас получателей много все сидят и ждут может быть кто-то уточнит а вдруг это не меня касается поэтому если вы инициируете такое письмо потратьте время начала при создании первого письма на уточняющие моменты в таком случае вы избавитесь от последующего шквала не структурированных вопросов в лучшем случае 10 человек спросят одно и то же в худшем случае они будут сидеть и ждать пока это само прилетит вот так что давайте по вопросам пройдемся исправьте часы работы да мы уточняем какие часы нужно поставить на сайте вот у меня их он 12 вот на каком сайте нужно исправить часы работы непонятно замените телефоны у меня два телефона какой нужно заменить на какой непонятно в яндекс справочники не забудьте да у меня в яндекс справочники три организации для какой я должен что изменить непонятно опять же срочно почему срочно и когда нужно сделать непонятно так я сейчас мне прям в чат интересно заглянуть если да если директор уже давал под подобную информацию следует повторять и то же самое каждый раз классный вопрос вообще отличный знаете как бывает зависит от количества каналов связи которыми вы пользуетесь если вы для основной и лучше всего единственный канал переписки там для вас это почта то в таком случае нет не стоит писать еще раз да лучше сделать ссылку на предыдущие письмо или хотя бы сказать я уже писал такого-то числа вот но бывает как поступает телефонный звонок и в нем тебе сообщается что посмотри skype и я там присылал ссылку на документ о котором вчера писал в почте вот вот если у вас перемешаны каналы связи и вы пользуетесь такими эмоциональными но не структурируемыми не старика все пардон не структурированными письмами то да здесь придется вводную информацию повторить зависит конечно же от контекста так еще один момент требования постоянно изменяются поскольку над одним руководством стоит другое да есть такое и в этом случае вот таких больших переписках ждут а кто же возьмет на себя ответственность за все руководство да и что-нибудь конкретно нам скажет поэтому если вы ответственный руководитель да или работаете с ответственным руководителем эта забота ляжет на вас давайте попробуем исправить то что мы сейчас с вами бурно обсудили и вот маленький конкретный пример приведем в какой-то понятный вид еще раз исходный текст мы читали повторять не буду что мы здесь делаем в идеале в идеале потратьте свое время чтобы разделить получателей если для одной группы лиц у вас идет одни задачи для другой другие напишите два письма если у вас нет времени писать два письма или желания тогда обратитесь к исполнителям по имени а если имя одинаковое то еще и по фамилии таким образом вы сэкономите кучу времени назначите ответственных и с большей вероятностью случится то чего вы просите в письме давайте посмотрим как ну при ближайшем рассмотрении это письмо могло бы выглядеть артем исправь часы работы на сайте таком-то поставь там с 10 до 18 без выходных почему на ты сразу классный вопрос я с вами нет мой руководитель со мной общается на ты это нормально если у вас враговка в коллективе другая этика общения без вопросов ну мне на ты нормально и как бы без вопросов кому как я я как бы повторяюсь культура разная бывает ну вот и сейчас ну мне эта тема интересна сейчас к примеру вернемся я когда общаюсь там с скажем так партнерами подрядчиками исполнителями там аутсорсом у нас в принципе на большинстве случаев общение идет на ты и даже если кто-то по иерархии занимает высшую там или низшую ступень мы обращаемся друг другу на ты есть компании где общаются на вы это нормально я не призываю никого переходить на личности или на вычности пишите так как у вас заведено это нормально так вот возвращаемся к пункту 2 замени телефон 8800 такой-то на 8800 другой на сайте таком-то и в справочнике организации Яндекса для организации такой-то все те вопросы которые мы с вами обсуждали ранее этими двумя пунктами легко снимаются сразу понятно кому обращаются что конкретно нужно сделать и дальше вот здесь под начинается уже забота да так называемая руководитель мне объясняет что клиенты нам не могут позвониться и приходят в результате в офис нерабочие часы из-за этого мы теряем деньги ну и понятно что клиенты недовольны нужно сделать сегодня окей хоть какой-то дедлайн у меня появился я понимаю и разделяю эти задачи потому что действительно мы теряем деньги да это то ради чего мы собрались тут поработать и в принципе вот такие простые три пассажа в общем письме они хотя бы для небольшого количества участников делают жизнь проще моя конкретная жизнь стала сложнее потому что мне прилетела работа но она конкретная понятная и есть срок если со сроком я не согласен я могу его обсудить если срок я принимаю я как бы просто выполняю задачу необходимые даты так секундочку у меня прилетело интересное сообщение вот более более формально можно так так коллеги на сайте компании такой-то размещена неверная информация часы работы телефоны так также неверно указан телефон яндекс справочники Иванову исправить сайт Сидоровой на входе информационный блок окей я согласен я просто не знаю мы все видим чат да я думаю что да Сидорову сделать то об исполнении доложить ну да окей как бы немножко генеральский такой подход но тем не менее я думаю действенный действенный в любом случае ваш вариант Елена который вы предлагаете он намного лучше того входящего письма которое мы обсуждаем спасибо спасибо нравится вот поэтому давайте здесь чуть-чуть еще по чек-листу деловой переписки поговорим я немножко в кучу все навалил да и когда мы формате такого живого общения даже онлайн общения у нас иногда фокус скачет вот поэтому чек-лист я думаю будет полезен если нужно затронуть несколько тем или обратиться к нескольким ответственным напишите несколько отдельных писем это круто работает на самом деле здорово но мы видим что не всегда это сделать возможно в дороге в пробке там хоть как-то быстренько разрули ситуацию можно одним письмом в таком случае это письмо должно быть структурировано да мы сейчас не будем смещаться в тему мессенджеров и голосовых сообщений это прям отдельная история но даже когда вы отправляете голосовое сообщение все те правила о которых мы говорим ну даже не правила наверное да но особенности моменты которые обсуждаем тоже желательно должны быть обратитесь к ответственным по имени это прям вот обязательно да да для того чтобы разделить собственно исполнителей от неисполнителей и что важно это на самом деле тоже элемент заботы когда у нас 10 получателей и всего один Артем который должен это сделать все оставшиеся девять вздохнут с облегчением мы позаботились о них и им не нужно нервничать давайте нумерованный список конкретных задач это очень круто это мы встречаем сплошь и рядом мы даже в предыдущих примерах когда мы что-то много всего перечисляем в одном большом предложении через запятую такие списки плохо воспринимаются и визуально плохо воспринимаются и даже на уровне простого запоминания то есть если прям перечень большой мы запомним первый пассаж последний пассаж а в серединке что-нибудь потеряем чтобы этого не случилось используйте списки есть ну если небольшое количество пунктов можно просто точками там разбить если действительно большой список задач используйте прям циферки 1 2 3 4 потому что я могу запомнить что там было 5 пунктов 3 я сделал 2 не помню окей это нам позволяет проще воспринять усвоить там большие списки окей я надеюсь разобрались вот такое вот еще одно требование пожелание вместо срочно укажите дату и время это мы обсудили это действительно работает еще раз срочность это именно то понятие когда у нас есть конкретная дата и время в идеале срочность должна сочетаться с важностью да и это позволяет нам понять а насколько то что срочно и важно в письме срочнее да и важнее того что я делаю сейчас это тоже элемент заботы но и на самом деле элемент позволяющий получить желаемый результат объясните почему ваши просьбы важные и срочные вот мы плавно в следующий пункт перешли да это связано с тем что получатель даже тот человек которого назначаете ответственным но должен понять и в идеале разделить ваши задачи да но хотя бы понять может быть без особого энтузиазма имея конкретный срок и понимание важности эти задачи будут исполнены и вот конечно дальше пункт шестой он прям болезненный я сильно на нем не буду сейчас останавливаться ну быстро пробежим если вы задали несколько вопросов и получили ответы не на все задайте по одному вопросу вот опять у меня опечатка в письме с такими собеседниками то есть бывает так что мы написали письмо и задали кучу вопросов в ответ мы получаем даже если это личная переписка ответ на какой-нибудь вопрос один который нам больше всего понравился да или который был последним или первым это нормальная практика и просто надо понимать с кем вы общаетесь то есть если вы задали три вопроса получали получили в ответ один пункт такому человеку нет смысла пересылать список еще раз расширять список да нам в этом случае придется тратить время и для таких собеседников одно письмо будет содержать один вопрос проверено вот прям вот моей личной практикой когда мы обсуждаем один конкретный вопрос в письме общее затраченное время будет меньше нежели мы будем пытаться получить ответ на полный список надеюсь я там хоть так вот чуть-чуть понятно объяснил если интересно мы когда-нибудь по этим вопросам соберемся вот но сейчас давайте двигаться дальше раз уж мы заговорили о чек-листах ну давайте еще раз пробежим по структуре чем проще с одной стороны тем лучше но не всегда но какие-то базовые вещи давайте соблюдать одна мысль одно предложение это всегда работает спасибо это всегда работает просто на уровне нашей физиологии чем проще закончение предложения тем она лучше воспринимается если вы вводите какую-то новую мысль новую тему или новый термин используйте новое предложение чтобы не получалось конструкции что там Иванов сидел с эхолотом а кстати эхолот это такая штука для поиска рыбы да вот кстати там рыба бывает вот такая и все это в одном предложении это чаще всего сбивает с целей и нам приходится перечитывать это предложение как-то визуально ну кто-то визуально делит да вот я например сложные штуки какие-то читаю с карандашом прям ставлю черточки если уж мысль совсем сложная поэтому давайте не будем издеваться над читателями если мы вводим новое понятие которое раньше не встречалось или новую тему которая нужно там дальше будем развивать пусть это будет новое предложение а иногда даже новый абзац да используйте список вместо перечисления через запятую если вы используете более трех пунктов это окей как бы понятная вещь да и то есть такие простые исследования говорят о том что обычно человек может в голове удержать ну вот 3-5 каких-то сходных вещей да ну на скидку назовите там топ-10 брендов там какой-нибудь известной одежды но кто-то назовет 3 кто-то 5 особо разбирающиеся в теме 7 на вскидку да поэтому если мы переходим на список более трех пунктов мы должны на перечисление более трех пунктов мы должны использовать списки но не то чтобы прям должны да я рекомендую спасибо выделяйте новые темы заголовками абзацами ну об этом мы уже говорили прочитайте написанный текст это прям вот класс я с этим тысячу раз сталкивался вот кому-нибудь что-нибудь напишешь в спешке там мессенджер или письмо потом думаешь так что я там писал перечитываешь и думаешь елки-палки чашка как же они там бедные читать это все будут прочитайте написанный текст если у вас не хватает дыхания для того чтобы прочитать какой-то пассаж или предложение вот в этом месте где она у вас заканчивается постарайтесь поставить точку выдохнуть и начать новую тему с нового предложения такая простая структура избавит вас и ваших читателей от кучи ненужных там вопросов уточнений ну и вы сами создадите ту структуру по которой вам дальше будет проще работать окей дальше я попытался уже перейти в чек-лист для описаний но на самом деле не стал раздувать на двух пунктов на двух пунктах остановился это мы тоже разбирали да не используйте неизмеримые понятия максимальный обширные лучшие лидирующий до пишите цифры давайте ссылки и подтверждайте вот у нас недавно в россии появился закон до который там какие-то квадрокоптеры ставит на учет и запестрил интернет значит объявлениями самый легкий мелкий в мире квадрокоптер вот что по сути ничего не говорит вес того как нового супер легкого квадрокоптера 240 грамм его не нужно сертифицировать поэтому когда вы приводите используете такие вещи да но это часто касается наверно рекламных текстов да или может быть каких-то язык не поворачивается назвать их продающими ну какими-то там хвалебными вещами мы оперируем это сразу на самом деле вызывает недоверие и как-то некоторое даже отторжение поэтому если мы говорим максимальный да то приведите цифры насколько он максимальный если мы говорим что это какой-то там обширный спектр задач но лучше перечислить эти задачи да там лучше всего списком если мы говорим что это лучший или лидирующий ну так покажите где он лучше и лидирующий сейчас куча для этого есть инструментов там лучше этом или лидеры рынка в отрасли такой-то ну покажите отзывы клиентов да скиньте ссылку или какой-нибудь рейтинг там или еще что-то или просто напишите с и ссылочку где-нибудь там в конце дайте то есть такие вещи лучше всегда уточнять дальше там будет еще один примерчик и вот очень интересная тема многих из нас касается когда вот мы пытаемся что-то эмоциональное описать класс спасибо вот это касается особенно риэлторов да когда мы говорим там развитая инфраструктура живописный вид там на кремль и закаты чайки кричат вот под окном такие вещи наверно даже не тратить лучше не тратить время описывая какие-то эмоциональные визуальные штуки просто если есть возможность приложить фото вот мы видим пример видно развитую инфраструктуру и живописный двор как по факту это выглядит у всех мировосприятия свое да мы даже цвета видим по разному и там это накладывается на жизненный опыт обстановку контекст все что угодно поэтому если вы можете текст внедрить иллюстрации картинки схемы которые упростят восприятие конечно используйте это вот теперь мы немножечко вернемся к инструментам на самом деле у моего любимого максима ильяхова есть и уже много лет работает прекрасный инструмент который помогает редактировать тексты в двух скажем так разрезах первое первые функционал рассчитан на чистку текста от словесного мусора этот сервис замечательно подчеркивает сомнительные слова описывает почему это слово не стоит использовать обзывает его как-то и прилагает ссылочку на статью как с такими вещами работать вот мы видим сейчас пример от редактированного от размеченного текста да и вот какая-то средняя оценка я вот прям тогда в чат сейчас буду ссылочки кидать но они собственно там презентации есть так вот этот сервис он бесплатный у него кстати есть на самом деле даже вариант интеграции то есть если у вас там сайт и редакторы пишут прямо там в админке сайта то этот сервис можно подключить и он будет прямо в онлайне подсказывать помогать классная штука ну советую просто ради интереса попробуйте возьмите то что вы писали закиньте в этот сервис и посмотрите насколько он переполнен или там не переполнен словесным мусором и зайдите также в ссылочку читаемость вот читаемость как раз показывает структуру наворотили мы там каких-то сложных конструкций или все понятно при этом это же не скажем так не панацея да и не строгое руководство все напомню да все напомню и не строгое руководство вот живите скажем так по главреду да поэтому сервису где-то мы можем прислушаться где-то мы можем отказаться но тем не менее вот я в свое время когда пытался активно использовать этот сервис да то я заметил что где-то через месяц я начал писать таким образом что большинстве случаев у меня оценочки тоже неплохие это действительно помогает но я как бы не настаиваю ok что дальше дальше я бы конечно хотел еще вот сейчас ссылочку кинуть на блок максима он все время был главным редактором мегаплана по моему когда начинал вот эту деятельность редакционную скажем так и там за много лет на накопилось огромное количество статей разборов текстов примеров он отвечает на вопросы и ну я наверное месяца три запоем читал этот блок мне прям было шибко интересно вот соответственно о материалах а самое конечно вот прям вот хит бестселлер в этой тематике эта книга пиши сокращай есть книга на есть ссылка на официальную официальную страничку книги и в этой книге как раз с огромным количеством примеров разбиты по темам классный понятный текста намного ну наверное наверное точно намного понятней подробней и детальней чем я успел сегодня проговорить вторая книга как раз по правилам деловой переписки помогут назад она вышла от тех же авторов там чуть меньше идет именно о словесном мусоре больше о структуре мотивации ну и в общем тоже классная книга опять же блог о чем мы говорили сейчас секундочку кто-то пытается нарушить наше 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 общение опять же ссылочка на блог то что я присылал и да 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 и я бы хотел знаете вот немножко личные цели до преследовать ну хотя честно выгоды никакой не получу я в чат положу две ссылки на статьи которые я когда-то писал ну теперь перечитывая их я там конечно много что исправил бы но тем не менее там есть конкретный разбор текстовый больших примеров реальных то есть в одной статье мы разбираем о том как написать текст об организации берем прям текст живой организации препарируем его убираем ненужное добавляем нужное подтверждаем фактами и смотрим что получилось там в комментариях конечно идет война да он со многими согласен с чем-то готов поспорить но как бы если интересно прочитайте и второй текста как раз о том как описывать товары на там коммерческих сайтах опять же с использованием инструментов редактирования и пытаемся писать в инфа стиле вот там как раз мы сегодня затрагивали до о том что вот там пельмени это унизительно для домохозяек или не унизительно там на более сложных примерах большие такие пробу пера в плане редактирования вот наверное а если вот его и вы мне еще минутку уделите быстренько про сложные слова примеры и сразу скажу что опять же у максима ильяхова есть прям огромный постер там во всю стену стоп слов он 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 платный но как бы если вы этим пользуетесь постоянно лучше нам даже купить это не реклама это просто вот ну это есть если мы используем в наших текстах слова любой ну собственно сразу вносит какую-то неясность давайте заменять на конкретный перечень один из если мы указываем то нужно указывать какой именно до один из лидеров рынка ну а по факту это 101 в списке forbes например да если мы используем вы прощаетесь наверное да вот если мы используем такие слова как более на то нам абсолютно точно нужно привести какие-то цифры и указать чем мы сравниваем лучший самый лучший вот как только не говорят опять же такие значимые слова лучше подтверждать рейтингами и отзывами если не можете подтвердить такие вещи удаляйте мы помним что один из принципов это честность а вот интересный пример я его честно говоря украл когда мы пытаемся усилить и заставить читателя поверить мы используем слова типа правда действительно там честное слово реально как правило это свидетельствует о нашей о нашей неуверенности в своих словах да и вот прочитайте например пример я тебя люблю правда честное слово ну обычно это звучит хуже чем просто я тебя люблю до вызывает сомнения еще вот очень слово интересное модное сейчас продукт продукт продуктом называется сейчас все что угодно программа сервис вебинар молоко я не знаю анекдот стрим все что угодно сейчас называется продуктом поэтому слово классно употреблять охота но как правило не надо называйте вещи своими именами так пишите сайт книга молоко вот да продукт своей эпохи вообще непонятно кто это да 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 классные комментарии вот продукт есть еще проект до проект молока замечательно поэтому ну хочется использовать слово используйте ну тогда уточнить что вы имеете в виду вот наверное на текущий момент у меня все спасибо большое я прям с большим удовольствием читал чат мне их прям вот прям я вами горжусь если есть вопросы пожалуйста задавайте спасибо татьяна викторовна заберите у меня слово спасибо класс я прям сижу читаю улыбаюсь замечательно спасибо вам огромное да кстати да у меня сегодня личный рекорд обычно я планирую презентацию там на 40 минут и укладываюсь за 20 минут а сегодня я планировал презентацию на полчаса но так как мы с вами активно общались получилось больше да действительно я даже не устал класс нет ну то что вы отвлекли это замечательно да я вот реагирую на сообщение мне по факту удобнее отвечать по ходу но некоторые вещи которые сложные что приходится в конец списка мы сегодня мы справились да спасибо так ну татьяна викторовна нам сегодня должна значит подвести определенные итоги и рассказать собственно там где взять материалы еще раз да как получить сертификат участника спасибо я вот сейчас тогда постараюсь подстраховаться